Дети, которые по воле судьбы родились отклонениями, невероятно храбрые и сильные. Некоторые рождаются голубого цвета, потому что они появились на свет, с редкими нарушениями в пуповине, другие рождаются раньше срока, как это случилось с бедным Марло. Поэтому они должны бороться, чтобы пережить первые самые опасные месяцы их жизни. Подобная история приключилась и с маленькой Пейсли, которая родилась редким заболеванием, которое называется синдромом Беквита-Видимона. Эта болезнь стала причиной того, что ее маленький детский язычок начал быстро расти и в конце концов стал вдвое больше маленького ротика. Из-за этого она не могла есть, не могла самостоятельно дышать и даже улыбаться. К счастью, врачам удалось сделать ей две операции, в результате чего ее язык уменьшился до нормальных размеров, а жизнь стала намного легче. Пейсли Марисон Джонсон родилась с синдромом Беквита-Видимона, который поражает только одного из 14 тысяч родившихся младенцев. Это заболевание может вызвать аномальное увеличение массы тела в несколько раз, а также повысить риск возникновения опухолей. Это редкое заболевание заставило язык малышки дорасти до невероятно больших размеров. Он практически стал вдвое больше ее ротика, а врачи констатировали, что это самый большой язык, который они когда-либо видели. Ее язык заполнил весь рот, он был очень толстым, а также торчал из ротового отверстия, вспоминает мама малышки, Мэдисон Киену Дейли Мейл. Врачи опасались, что язык может перекрыть ей горло, поэтому в первые три дня жизни, они подключили малышку к аппарату искусственного дыхания. К счастью, к концу недели она уже могла дышать самостоятельно. Из-за такого рода проблем, родители не имели возможности кормить малышку из бутылочки. Малышку пришлось кормить через гастроскопическую трубку, через которую молоко поступало прямиком в желудок. Кроме того, она постоянно жевала свой язык, что стало причиной многих наблюдений и расспросов со стороны незнакомцев. В возрасте шести месяцев малышки сделали первую операцию и удалили почти пять сантиметров языка, уменьшив его до нормальных размеров. Сначала была отрезана срединная мышца, а затем небольшими порциями с каждой стороны были удалены другие части. Но, несмотря на эту процедуру, язык Пейсли снова вырос до своих начальных размеров, поэтому через четыре месяца пришлось все повторить. Во время второй попытки, была повторно удалена еще часть языка. К счастью, девочка пошла на поправку и рост прекратился. И поскольку проблема с большим языком решена, крошка начала свободно улыбаться и вести себя, как все остальные дети. «Я не могла в это поверить и была безумно счастлива, наблюдая за своей невероятно красивой дочуркой», — говорит Кейенал. После операции, Пейсли выглядит совершенно иначе, она кажется такой взволнованной, но все равно не перестает улыбаться. Опухшая из-за болезни Беквита, видимо, на язык малышки может стать причиной речевых проблем, однако Кейенал говорит, что она уже работает над тем, чтобы Пейсли начала выговаривать свои первые слова. Она даже не могла издавать звуки, не говоря о таких словах, как «как мама и папа». Вероятно, Пейсли понадобится логопед, когда она станет чуть старше, но этот улыбчивый ребенок уже нагоняет то, что раньше было проблемой. Благодаря двум операциям, изменившим ее жизнь и любящей семье, ничего уже не может остановить эту сладкую малышку. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!